рада приветствовать всех на своем канале напомню что меня зовут нелли и и сегодня мы вместе с вами поучаствуем в третьем сезоне игры восьмое чувство от магазина парфюмерии косметики рендеву вчера вечером не курьер уже в 9 вечера привез вот эту посылочку с надписью не вскрывать сегодня же я решила снять это видео потому что не могу дождаться мне очень интересно что там при этом очень волнительно как на экзамене но перед смертью не надышишься как говорится итак не нашла дома канцелярский нож поэтому вот обычным кухонным кухонным ножом скрываю мне единственное что написали условия игры я сейчас буду читать при вас единственное что мне написали организаторы о том чтобы я подготовил стакан с водой ну это понятно чтобы освежить свое альфакторное восприятие ну и на всякий случае ручку и листочек для заметок каких-то потому что на память сложно надеяться и так вот я открыла достаю ну мы знаем про то что там будет должно быть наверное 8 ароматов неизвестных и так вот конверт и арома бокс какой-то в конверте у нас так здесь блотеры ну и письмо от рандеву добро пожаловать в третий сезон игры восьмое чувство от рандеву перед вами арома бокс с восьмью загадочными ароматами ваша цель познакомиться с ними поделиться впечатлениями ответить на следующие вопросы какие самые яркие ноты вы чувствуете в данном аромате попытайтесь определить в какой категории относятся композиции масс-маркет винтаж люкс ниша опишите свои ощущения и ассоциации вызванные каждым из сэмплов здесь собственно полет нашей фантазии и попробуйте назвать бренд ну или в идеале название аромата желаем удачи по скриптум начиная описывать аромат назовите его номер указанный на пробнике блотаны блотеры пронумерованы используйте соответствующий пробнику номер чтобы не запутаться постарайтесь ответить на все вышеуказанные вопросы максимально емко на основании ответов будут подведены итоги объявлены победители игры критерии оценки видео участников и правила также списке ароматов зрители найдут на youtube канале или telegram каналах интернет-магазин рандеву ну давайте блотеры все конвертик пустой блотеры действительно пронумерованы здесь вот циферки я думаю видно по порядочку сложены так инструменты откладываю сторону и начинаем с ароматов я вообще ни разу не участвовала слепых за тестах я даже не представляю как я могу угадать аромат или какие-то ноты ну в общем посмотрим так здесь здесь же запечатанный все распечатала так а здесь вот почему а все sample один здесь есть на каждом пробнички здесь указана циферка sample один и так блотер номер один о боже это это сто процентов цветочная композиция это люкс стопроцентный люкс здесь какие-то весенние цветы здесь либо сирень аромата знакомый ну как обычно знаете большинство ароматов я я вот здесь вот у меня сирень сейчас все перебивает но понятно что там возможно какие-то не на ландыш возможно что там вы жасминовая но вот сирень это прям прям самый яркий компонент в этом аромате слушайте но это это стопроцентный люкс очень популярный люкс вот знаете направление ароматов либр может быть там понятно что их множество не скажу какой и не уверена что это но вот какой-то вот сродни вот этой серии ароматов ну ладно давайте задерживаться долго не буду но это абсолютно точно цветочная композиция вот его для меня самый яркий акцент это сирень дальше sample номер два так мимо мимо блотера сейчас маленечко проветрим это уже что-то из серии мансеры либо манталя это такой мускус ну это что-то что-то оттуда не могу 10 процентов животный мускус здесь прям вот он мне все вообще забивает он и на старте он же и будет в остатке этот мускус для меня аромат не впечатляющие но я говорю это вот возможно это какая-то еще и ниша но мне кажется это вот направление мантали мансеры только там это великое множество ароматов но хотя знаете вот допустим для них там достаточно яркий аромат и здесь он немножко вот не такой что ли яркий но здесь мускус здесь вообще сплошной мускус я не знаю что там еще из нот но это что-то мне кажется в гурманскую сторону больше яркости какой-то нету ароматов не знаю может быть может быть еще амбра ну понятно что в базе там будет и мускус и амбра возможно какой-нибудь бензоин но вот я я верхах вообще вообще не могу ничего понять сушки но не знаю для мант вроде как и направление манталь мансера но слишком как-то приглушенно что ли звучит не ярко ну что то еще может быть но это не люкс это мне кажется что-то вот либо около люкс либо вот нише но это что-то современное абсолютно точно это вообще не винтаж тогда они использовали в таких количествах мускус как как сейчас любит так давайте сэмпл номер три пока пока не угадала ни один думаю ни один аромат но во всяком случае не назвала на что такое промазываю мимо так что-то уже до меня донеслось это это что-то вишневая сэмпл номер три аромат номер три здесь вот прям ягодная ягодный какой-то аромат возможно вишневая косточка возможно маретто еще плюс вот миндальный ликер итальянский нет этот аромат я не знаю точно если вот там те ароматы возможно я слышала этот я слышу впервые но это это тоже какая-то гурманика это прям прям фруктово-ягодное направление какая-то ликерность возможно даже помадность в аромате это может быть нишевая марка какая-то но это не винтажный аромат ну к люксу тоже можно кстати отнести мне кажется такая категория ароматов нравится многим мне он тоже кстати нравится это такая осенне-зимняя история винно-фруктово-ягодное направление гурманское какое-то ну понятно что там ваниль бобы танка точно будут в этом аромате добавлены вот здесь вот прям сто процентов сэмпл номер три что у нас вишневая такое есть вишневым ароматов имя легион что-то со словом черри будет в название работы должно быть слов черри я так думаю так сэмпл номер три давайте че у меня там уже девять минут ну давайте по ускоримся 4 сэмпл номер 4 как-то я промазываю мне прям в цель ну такие тонкие блотеры достаточно так это вообще уже другая история какая-то мыльная это мыльная опера но это не люкс не знаю люк должен на старте нравится большинству здесь здесь нет здесь вообще какая-то я не знаю либо это ниша с чем-то экспериментирует потому что здесь вот прям очень химические это сэмпл номер четыре какие-то химические ноты слышатся прям сразу какой-то ну вот ниша может с такими моментами экспериментировать либо это очень вот масс-маркетовый какой-то аромат вот понимаете или прям самого низкого ценового сегмента до самого высокого здесь не серединка это точно потому что что-то это вообще не этот сэмпл номер четыре это прям вот мыло мыльная я здесь не ну какое направление но это какое-то это тоже какое-то цветочное направление там какие-то цветы кроме мыла порошка знаете но вот кстати вот эта вот категория ароматов которые там с запахом чистоты с рубашками да с белыми ассоциируются может быть еще туда я не знакома с байреда бланш я вообще не удивлюсь что это он почему-то у меня к байреда какая какое-то такое знаете не очень хорошее впечатление чтобы я не послушала мне ничего не нравится у них одно время была впечатлена мохавы гост но до того как я сносила весь пробник я его прям возненавидела поэтому это вот какой-то аромат не знаю порошка стирального мыла непонятный не мой не интересный для меня это у нас сэмпл номер четыре но предположение мои что это может быть байреда бланш либо это вообще какая-то дешевка не не интересная из масс-маркета и из не знаю из ароматов до 2000 рублей стоимостью сэмпл номер пять доносится уже что-то более интересное а здесь цветы здесь очень красивый зелень сэмпл номер пять боже боже какая красота о здесь здесь какой-то хвой хвоя кедр сосновый лес боже невероятной красоты аромат пятый я тоже его не знаю это незнакомый мой аромат но здесь вот абсолютно точно какие-то можжевелова хвойные ноты зелень сплошная зелень это вот как будто бы находишься сосновом бару это сто процентов дорогая ниша это только такой не знаю может быть это что-то из мема может быть не знаю хотя это не не похоже на их куверном от эту серию кожаную нет но не знаю ну что то хотя может быть и кстати вы знаете русская кожа я хоть ее не слышал он там вот что-то как раз вот эти вот сосново-кедровые мотивы насколько я знаю читала но вот я здесь не слышу и запутил хинали на этого я здесь слышу только реалистичный можжевеловый или сосновый бор это просто это великолепно это пятый сэмпл что это такое я себе это хочу мужик какая красота так пятый сэмпл от запомнить что-то шикарное итак давайте сэмпл номер 6 там я прям вот очень я реально очутилась во мхах там там явно что то есть такое мне кажется это шипровая категория вот 5 сэмпл это там какие-то дубовый мох сто процентов есть ну вот прям не знаю кедрово-сосновое что-то сэмпл номер 6 но это уже цветочно-фруктовая композиция сэмпл номер 6 это знаете это это что-то это фрукты этом это манга это вот знаете похоже на наде на как там господи либо у ричарда дирти манга либо вильгельм парфюмер манга скин я но сейчас посмотрим если немножечко погодя останется прям очень такой яркий мускус то это будет вильгельм парфюмер это будет манга скин если этого мускуса не будет то вот для меня дирти манга этот горький манга он для меня более такой приятный что ли более носибельный потому что он более мягкий долго играющий но это это даже не нет ну может быть там что-то из цветов есть но здесь вот явно фруктовые ноты какие-то для меня это вот желтый цвет абсолютный цвет манга но это вот сэмпл номер шесть не знаю это что-то что-то из манговых ароматов так дальше сэмпл номер семь он не стало интересно концу игры господи вообще что-то знакомое другая вообще вот знаете так интересно подобранные эти сэмплы они вот совершенно каждый из разной группы то есть ты вот после фруктового такого гурманско-фруктового направления ну там понятно что какие-то цветочки добавлены возможно цитрусы переходишь такой опять же категорию шипров вот здесь вот сэмпл номер семь здесь стопроцентные какие-то шипры альдегиды цветы опять же опять же мшистость какая-то кожа вот здесь вот кожа это точно кожаный аромат аромат номер семь сушки это кожа это кожаная серия что это мне кажется что же что же это но это ниша это сто процентов кожаный аромат из какой-то нишевой марки ну вот давайте предположим предположу что это все таки вот у ирномат мема но какая конкретно кожа какая-то кожа мема здесь сто процентов вот сейчас это вообще прям вот кожа кожаная кожа так аромат номер семь аромат номер восемь последний но у нас тут уже 17 минут сушки над заканчивать что-то я прям я сама не люблю длинные видео давайте последние но это нежнятинка какая-то это вообще не мое направление невесомых нежных каких-то не ощущаемых я вот даже вообще не поняла что это тут по моему ну здесь какие-то легкие цветочки что же это что же нет этот аромат я не знаю но здесь что-то здесь даже какая-то лактонность мне кажется присутствуют ароматы не яркие совершенно какой-то такой офисный но здесь цветы тоже здесь какие-то цветы но цветы нежные может быть здесь но здесь не тубероза потому что понятно тубероза хотя она же ну нет тубероза более ярко здесь что-то из серии ландыша какой-то цветочный аромат абсолютно невнятный на винтаж не похож потому что сильно нежный для винтажа незаметный если это люкс то этим люксом надо будет поливаться потому что но это вообще у него абсолютно какое-то невыразимое вот такие ароматы у меня обычно в слепой зоне сэмпл номер 8 у него вообще что-то я я его не могу распознать вообще если вот седьмой аромат это ярко о боже здесь цитрусы кстати в седьмом аромате помимо кожи там там сто процентов бергамот какая-нибудь цедра лимона что-то но понятно здесь кожа с цитрусами мой красивый очень красивый седьмой аромат мне понравились да получается 5 7 аромат ну это вообще что-то невнятное существенную если это ниша я не знаю вообще это будет явно не дешево но это платить деньги за вообще не что не люблю я такую категорию ароматов я уже говорила что в абсолютная вот это вот невесомость это вообще не мое я его не знаю этот аромат здесь какие-то вот нежные нежные цветочки здесь нет даже мускуса в базе мне кажется он вообще какой-то может быть это молекулярные ароматы какие-то потому что я вот как-то их тоже всегда не ощущаю не очень я не очень хорошо знаю всю линию молекул и эксцентриков и обычных какие-то там отдельно может быть это что-то из этого потому что на блотере это вообще не ощущается не знаю попробую себе на руку нанести потому что там я вообще этого не слышу но здесь на руке спирт вот знаете мне кажется это что-то из молекулярной парфюмерии ароматовый сэмпл номер восемь и так это вот не знаю либо молекулы либо зарка парфюм ну вот что то что то оттуда что там из и е супер да у нас молекула не мое направление мне вот не нравится я не могу там вычленить вообще ну либо либо это какие-то вот я говорю нежные такие слабенькие только-только пробивающиеся весенние цветочки ну что не знаю по факту я не угадала наверное ну я предположение какие-то сделала записки я не записывала ну вот может быть и потом по просмотру видео там что-то и совпадет буду рада если хоть куда-то хоть в какое-то направление или ноты я попаду всем привет большой оставьте свои комментарии мне было очень интересно поучаствовать в этой игре и до новых встреч